Доброе утро! Ну, актерское ремесло для меня недавнее, можно сказать, это один из немногих проектов, где я участвую, но, к счастью, мне повезло, я получил дебютировать в Русском театре драмы, в спектакле Гала театра по произведениям Чехова, и потом как-то вот так вот в ролюшечке всякие получаю, получаю огромное удовольствие. И здесь вот в этом проекте, ну, немножко такая мистическая получается такая ситуация сложилась. Человек, который должен был играть персонажа, которого я играю, он неожиданно скончался. Вот, искали, я по типажу, можно сказать, случайно подошел, и это большая честь для меня участвовать в этом проекте, потому что я с огромным уважением отношусь к Чукморову и к его творчеству, и вообще как бы с такими актерами, которые там играют, там с ними просто даже за руку здороваться уже честь, а в одном спектакле это очень круто. Ну, расскажите о спектакле и о своем как раз таки... Да, о своей роли. Да, и здесь тоже, как всегда, театр это вообще, не знаю, Хогвартс, это место, где чудеса случаются. Я играю французского журналиста, который при подготовке материала натыкается на историю взаимоотношений Семенкова Шопморова и какой-то, в общем, известной французской актрисы. Дело в том, что я по профессии журналист, и еще и я изучал когда-то французский язык. То есть, вот такие вещи случаются. Забавно. Я, конечно, там не буду говорить на французском, но, ну, в общем, это легкий холодок. Зато, наверное, легче вживаться в образ, да? Да, мне легко, приятно, то есть, я как бы, в принципе, имею опыт работы с интервью и не испытываю каких-то там... А вот журналистская прошла, она позволила? Помогло как-то, возможно, вжиться в роль то, что нужно было все это изучить? Конечно, конечно, ребята, мы же, мы же телевизионщики, мы же не боимся камер, мы людей не боимся в театре. Это же самое-самое страшное, это боязнь сцены. Но ощущение, конечно, абсолютно другое. До сих пор я испытываю такое волнение, когда люди, наверное, перед камерой все-таки легче. А вот на ваш взгляд, на что должны в первую очередь обратить внимание ваши зрители в театре? То есть, когда будет играть эта пьеса, сказали, что вот действительно первый раз такая пьеса, что она очень необычна. На ваш взгляд, если бы вы сидели по ту сторону, какие впечатления у вас должны были остаться? Ну, самое главное, я думаю, что нужно помнить. Этот человек, он внес неоценимый огромный вклад в культуру вообще Кыргызстана. Он один из, не знаю, столпов, на которых это все держится. До сих пор, хотя его уже с нами нет, но есть его работы, есть чему поучиться. И плюс этот спектакль раскрывает этого великого человека с разных сторон. То есть, не как в желтой прессе, например, кто с кем спит, кто с кем спит, а показывает не только героя экрана, а человека. И в этом, мне кажется, задумка отчасти режиссера была, и мне кажется, ей это очень хорошо удалось. Потому что, ну, я, например, узнал буквально за несколько репетиций столько об этом человеке. И он для меня, ну, как бы этот образ героя, которого я восхищался всегда и до спектакля, он, ну, стал он более глубоким многогранным. Я очень благодарен. И Ассоль, мол, я комматываю, что она этот проект стартовала и режиссеру, и автору пьесы «Венере». И то, что я в этом, это изменило мою жизнь. И я думаю, что после этой премьеры я не буду прежним. Хотелось бы у вас узнать в общем о театре. Кто сейчас приходит? Кто сейчас зритель, ну, основной? Зрители абсолютно разные, ребят. Там я же еще по совместительству, или вернее, я актер по совместительству, я администратор театра. Встречаешь совершенно разных людей. Есть, например, у нас пожилая пара, им уже, наверное, за 60, они пенсионеры. Они ходят на все спектакли. Но пожилые люди еще, в принципе, понятно. Да, они богатая культура. Да. А молодежь? Молодежь. Это модно, театр это модно, ребят, стало. Потому что у нас школьники, ну, школьники это понятно, студенты очень много. Вопрос в том, что не все спектакли, конечно, сразу же ложатся. Но есть спектакли, которые молодежь с удовольствием посещает. Вот, например, «Демон» последний год, который был, это вообще спектакль, похожий на кино. И мы привыкшие больше к визуальной культуре. И очень много молодежи приходит, и все в восторге в этом. А вот если говорить о культуре, на ваш взгляд, люди уже научились себя вести в театрах по донных местах? Потому что, допустим, недавно была в театре опера и балета. Мне показалось, что нам еще подтягивать зрителей, подтягивать, что все расслабились как-то. Ну, я не могу сказать, что все расслабились, потому что я не был тогда, когда, может быть, они были не расслаблены. Я считаю, что зрители наши, ну, вполне адекватные. Конечно, мы боремся там с попкорном, который пытаются протащить. Мы сотовые телефоны, это беда, это просто есть, дорогие друзья, функция, которую никто не знает. Это беззвучный режим хотя бы. То есть, когда ты стоишь на сцене... Это секретная функция. Да, и ты видишь там, не знаю, какие-то звонки, все, это сбивает актеров. Ну, как бы это, конечно, с этим еще работать и работать. Ну, и это вообще, наверное, воспринимается все-таки актерами как неуважение. Какие-то такие моменты. Почему-то люди у нас забывают, что можно просто нажать кнопочку и нет никаких проблем. Или, ну, хотя бы полчаса отдохнуть хотя бы от того же телефона. Это же просто. А на самом деле еще, ребят, не то, что неуважение. Каждый спектакль – это своего рода мистерия, это священодействие. Актер через себя пропускает что-то и дает зрителю что-то, что это очень хрупко, это на уровне энергии. И поэтому любой вот человек отвлекается и даже и весь зал из-за этого страдает. Потому что нарушается этот баланс взаимодействия актера. По поводу пропускает через себя, хотел спросить, как вы обживаетесь в образ, сложно ли, много ли это время не занимает? Вы знаете, ребят, я не могу еще об этом говорить, потому что я не профессиональный актер. Я не проходил там большую школу. Я просто стараюсь стать этим человеком, там, какими-то своими. Но я получаю удовольствие большое. И, ну, пока еще помидоры не летели из зала, поэтому может быть что-то и помещает. А вот интересно, когда, к примеру, вам дают сценарий, там говорят, какими характеристиками обладать человек, и потом свое как-то добавляется, что, наверное, он может еще так вот сделать. Ну, ребят, это целый пазл, понимаете. Автор закладывает одну идею, потом появляется режиссер. Режиссер уже это все переосмыслит, и он уже видит это в образ. У каждого свое видение. И появляется кастинг, появляется несколько актеров. И режиссер уже смотрит, как актер подает это. И то есть один и тот же персонаж, разные актеры по-разному говорят. И разные режиссеры, если это настолько такая интересная работа. Ну, вот, как бы мне, говорю, посчастливилось, что я работал с очень хорошими режиссерами нашими, которые относились снисходительно к моему, может быть, непрофессионализму. И давали, давали возможность открываться. Там главное открыться. Ты начинаешь сочинять, ты начинаешь придумывать недостающие факты биографии. Сочинять это до или вы все-таки импровизируете? До, это работа над ролью получается. А вот на сцене? А на сцене ни в коем случае сочинять нельзя. Четко по тексту. Даже в джазе, да, это же, как бы сказать, импровизация, это королева в джазе. Но это всегда очень продуманно подчиняется закону. Ты начнешь импровизировать, твой партнер будет спортироваться. Потеряется. И ты весь спектакль... Ну, а не импровизируете, например, в каких-то своих репликах? Потому что отталкиваться от другого актера, это, естественно, нужно. Потому что есть конкретные слова. Но вот в течение, например, я не знаю, монолога или вот чего-то, какого-то такого отрывка, что-то добавляете от себя или все-таки четко по тексту? Стараемся четко по тексту. Потому что во время репетиции ты можешь импровизировать, ты можешь пробовать с режиссером вместе. Если он говорит «закрепить», то ты порой свою фразу закрепил. Но когда ты уже идешь, бывает, что слова вылетают, забываешь. Бывает, что ты просто забыл предложение, хоть ты его помнил. Тогда, конечно, как вы в эфире, вы же не сидите и думаете, вот сейчас я вспомню. Ты пустоты в эфире не должно быть. И начинаешь по смыслу что-то подбирать. Но это всегда, кто искушенные зрители, твои режиссеры все это видят. Конечно, ну, как бы в зависимости от ситуации, но это стараются. Вы заинтриговали. Мне кажется, что очень интересно будет не только нам, но и зрителям попасть на... хотя бы на одно представление и в целом, учитывая, что это будет целая неделя, с 23 ноября по 1 декабря, обязательно нужно найти время и посетить неделю, посвященную Симон Крючук Мурову. Спасибо, Станислав, за то, что вы нам сегодня рассказали. Приоткрыли завесу тайны. Но мы продолжаем говорить на Утралайф на тему конкуренции, о том, где она проявляет себя, как нужно относиться к соперничеству. Телефон судьи все тот же, 57-77-97.